Творческая студия позитивного мышления и силы позитивной мысли Татьяна Салмановна Мактун с Санхи. Ресторан La Caffe de Beauty приготовила себе такой поздний ланч как в Парижах. Сейчас принесу и буду кушать. С вами я Татьяна Салмановна Мактун с Санхи. Получаю просто шикарно, просто шикарно. Продолжение следует... 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 Покажу мой ланч, свежая помидорка, вареное куриное яйцо, отварные макароны, майонеза, подсолнечного масла, красный имитированный икра, чистая вода. И таки выпыла. Продолжение следует... 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 Ах, я такая эротическая, такая эротическая звезда. Я вот думаю, если бы, знаете, я такая была, знаете, узнал бы меня Дмитрий. Кстати, я вам показала, то, как говорите, я бы увидела вся банчика. На пятом этаже. В нашем доме на пятом этаже. Я вот думаю, интересно, узнала бы меня он с такой феерическим, ну, я сделала немножко, знаете, такой дизайн для видеосъемки, думаю, надо что-нибудь такое сделать. Конечно, жара, но я решила, знаете, вот как-то волосы, вообще, конечно, думаю, еще, знаете, как-то для меня волосы, думаю, надо как-то сделать себе какую-то такую прическу или, в общем, шляпу, вот, может быть на балкон. Потому что, знаете, как-то очень жарило-жарило. Хотя, смотрите, как-то облака, они развеиваются. Дождик, наверное, стороной прошел. Ну, вот. Я думаю, что, ну, несмотря на то, что, знаете, я вот одела такую вот эту вот, я просто, наверное, маленькую такую эксклюзивную шляпу, накинула такую вот эту штучку. Вы знаете, какие дизайнеры? Татьяна Саламановна еще, знаете, такой, знаете, дизайнер, в общем-то, арт-дизайнер. Он еще красивый, правда? Такой экспромт. Вот. Потому что в этом головном уборе намного симпатичнее, чем, ну, я сделала, понимаете, такой небольшой хвостик. Ну, что хвостик, в общем, как-то, вы поняли, да? Не знаю, это же стоит раскрывать секреты. Или, знаете, там, посекретничаем, за ланчем посекретничаем. А, еще немножко здесь сюда, а, это кумиселло. Сейчас я его размешаю, как обычно в лучших этих ресторанах, знаете, вот отдельно, понимаете, а потом смешиваешь ингредиенты. Вот. Потом смешиваешь ингредиенты. Еще немножко здесь виноградного, виноградного уксуса. Вчера открыла виноградный уксус, который я покупала в магазинчике призма. Так что, вот, в пяти озерах. Я просто вам могу показать. Не знаю, стоит ли какого-то. Я могу это снять, понимаете, снять, вам показывать, потому что снова одеть. Что, в принципе, вот в этом украшении, ну, еще и, как бы, вот это, вот, намного, как бы, ну, знаете, какое-то платье, то не такой новый дизайн, я, в общем, сделал, как-то вот это. Как-то, 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 как-то феерически, феерически. Хотите, хотите, покажу? Или не надо? Или надо перед зеркалом там смотреть? Вот, обратите внимание. Хотя, тема салмана, наверное, и так, знаете, такая, просто феерически так она смотрится. Так что, вот. А, еще сюда я брошку сделала. Ну, да, еще брошку. А, если еще волосы, знаете, кто-то распустит. Я хотела, думала, ты быстренько подушим, подушим или как-то вот это, потом ангеланчик. Ну, в общем, как-то вот так, вы поняли, да? Ну, ах, это такая феерическая звезда. Ну, ладно, она уже сняла. А, брошка упала. Я хотела, чтобы она не сломала. Немножко брошку у меня, знаете, туда. Хотя нужно сюда прикрепить, эту брошку. Нужно сюда прикрепить, хотя, знаете, какую-нибудь заколочку так можно сделать. В общем, такую красивенькую. Упала брошка. Я такая, туда кинула, упала брошка. Ну, ладно. В общем, что, книжечка, книжка-секрет. Книжка-секрет. Как-то, может быть, наверное, надо было одну из первых обратить внимание на эту книжку. Одну из первых. Потому что я понимаю, что это вообще бестселлер, понимаете? Это вот позитивное. Сказать, что это позитивное мышление, но это тайна. Это тайна, которую... Вот, смотрите, тайна открыта. Бог Проктер. Эпилософ, писатель и тренер по личному саморазвитию. Тайна дает вам все, что вы хотите. Счастье, здоровье и благополучие. Так, Джо Виталий, метафизик, специалист по маркетингу и писатель. Вы можете иметь все, что хотите. Делать все, что хотите. И быть всем, чем хотите. Вообще, честно говоря, я вот смотрела видео и лекцию Джо Виталия. Знаете, Татьяна Салмановна, какой бы вопрос вы задали Джо Виталию? А, слушайте, вот это вот. Ветра. Ну, ветра нас радует. Ветер. Ветер это великолепно. Ветра. Ветра в Петербурге. Смотрите, наклоняется эта штучка. Ну, что сделать? Немножко туда тогда нужно. Тогда я буду ближе вот это. Тогда, например, немножко вот это. Тогда мой ланч. Вы видите? Ну, видно, видно. В любом случае. А, сюда я его подвину. Будет видно мой ланчи, меня. Более крупно. Джо Виталия. Джо Виталия. Я бы задала вопрос тем, Салмановна. Какой бы вопрос задали вот Джо Виталию? Он очень известный метафизик, специалист по маркетингу, который тоже вот говорит. Ах, немножко оно опять. Что же делать-то? Ветра. Ну, что, будем поправлять. Такая физкультура. Я бы так и спросила у Джо Виталия. Он, знаете, так вот лихо, вот так вот лихо. Ну, книг я его не читала. Может быть, он мне возразит и скажет. Вот я в книгах писал вот это вот и так далее. Вот он тоже, понимаете, все, что хотите. Каталог, выбирайте все. Понимаете? Вот такую я его лекшн послушала. Как никого. Понимаете? Он как-то вот так вот лихо-лихо говорит. Знаете, в принципе, как я лихо вот писала эту книгу Америке 4 года. И тоже думала, что люди, они по большей части, они как-то вот, ну, не знаю, на что. То есть к чему-то такому хорошему, феерическому. Вот. Ну, поскольку он такой международный, я понимала так, международный специалист. Так что вот, метафизик. Все, что хотите, я бы у него так и спросила. А если бы тот, кто там, я думаю, что он в Америке в доме живет. В доме, наверное, в частном доме. Ну, может, в квартире. Вот он так говорит, все, что хотите. А если бы его соседи пожелали все, что у него есть, его дом, вот это вот. Его книжки, его дом, его собственность, его славу. Возможно, он бы мне ответил, что он бы стал заниматься чем-то другим. Возможно, я не знаю. Только вот такой вопрос. Если бы они пожелали все, что у него есть, банковские счета, его дом, сколько бы ему пришлось вот это вот. Я так поняла, что он раньше говорил, что он очень как-то бедный жил. Вот. Сколько ему надо, чтобы это опять все заработать? Просто вот так вот лихо, он лихо вот так вот сказал. Он, наверное, на это как-то не очень рассчитывал, что как-то вот эти люди могут как-то вот это. А потом те же самые люди пожелают деньги миллиардеров там, увидят какого-нибудь миллиардера, скажут, а-а-а, что-то, а вот я хочу вот это. А это, короче, в каталоге. Как-то, да, в отсуток, а там еще пусть работают, заработают. Вот там работают 30 лет, ну там еще поработают 30 лет и заработают. Так что вот. А потом какой-нибудь ученый, там какой-нибудь институт исследовательский, кто-то там на Нобелевскую премию идет, уже там все это, может быть, человек 30 лет шел к Нобелевской премии, сделал там открытие. А те люди, которые не сделали, они, прочитав его, посмотрев его это видео, скажут, ох, мы вообще, мы вообще просто рады. Просто рады. Вот тот уже изобрел, он изобретал всю свою жизнь. Мы хотим его открыть, а и быть Нобелевскими лауреатами. Ну да. Я думаю, это одна из причин, почему эта книга, возможно, работает, но не для всех, или мало для кого работает, поскольку, поскольку вот так. Хотелось бы, хотелось бы там на Луну, понимаете, и сразу туда, сразу на Луну, но... Луну, ну да. Продолжение следует... Продолжение следует... Так что вот, он же написал все, что хотите. Вот они и откроют ногой его дверь, его квартиры дома, и скажут, короче, все, короче, давай, довали, короче. Мы это пожелали, короче, мы ногой дверь открыли, мы все можем, короче, вали отсюда. Ты же сказал, что все можно там в каталоге, а мы вот это хотим. Поэтому, я думаю, здесь нужна такая духовная составляющая, духовная основа, библейские истины, понимаете, о которых говорит, о которых пишет Нормин Твинсен Филл, Джозеф Мерфи. Великая сила, которая создала этот мир, может помогать нам творить нашу судьбу, используя наши мысли, слова и наше воображение, как я пишу в твоей книге, для этого нужно к ней обратиться. Хотя и здесь может много быть нюансов всяких, понимаете, кто как это может. Вот это вот. Сейчас принесите ножичек. Сейчас. Сейчас. А потом могут в каталоге начать выбирать, понимаете, богатых мужчин, каких-нибудь этих женатых, понимаете, принцев, королей, а почему я не королева, почему я не король, а почему я вообще не английская королева. А почему я не жена олигарха, к чему он там ходит. Я же это пожелала, короче, а к чему он там ходит, вообще непонятно. Я это выбрала. Поэтому в фильме «Сект в большом городе» Саманда, они даже хотели эту рекламу, этот фильм, сидеть на пляже, эту книгу смотрят. Она так посмотрела эту книгу и как-то ее так откинула. Она так посмотрела и как-то ее так откинула, эту книгу. «Стурно», идет олигархи, И, конечно, в этом фильме «Секреты» речь идет о благодарности, и там, в общем, да, что там, такая там, да, о благодарности. Продолжение следует... Просто, знаете, когда я ходила на... Я же очень долгие годы ходила на сеансы Коновалова, а так, в принципе, что хотела сказать об этих встречах. Знаете, такие, в 2009 году с этим Лешей организовывали встречи пациентов Сергея Сергеевича Коновалова. В кафе на Невхом. А потом я же ходила, это 2004 год, на курсы Пен-Шу Натальи Борисовны Прапу. Я тоже подумала, такие книжки, у нее, наверное, там такие люди, такие слушатели, можно с кем-то познакомиться. Знаете, там, ну-ка, знаете, как-то вот... Там в основном женщины, там были девушки, женщины. Я подумала, возможно, знаете, там можно найти как-то вот здесь динамышленник, или какую-то такую знакомую, подругу, которая также увлекается в Пен-Шу. И вообще, я обдумала, что книжки Натальи Борисовны Прапу читают какие-то такие добрые, позитивные, какие-то такие, знаете, какие-то такие вот были представления. Ну, я вроде, ну... А... Только она там говорила, что завидовать не надо. Вы знаете, как сравнить, я была на этих курсах, как-то не курсах, а там всего один день, как там, бизнес. Стокгольмская бизнес-школа, где эти топ-менеджеры учатся. Так что вот, конечно, там не так вот это было, но вы знаете, там, вы знаете, когда такие группы, там еще, когда новый человек появляется, когда появился, они подумали, что, знаете, новый, наверное, влился в этот коллектив, новый человек, вот, с такими потом группками, знаете, вот так садишься, и сразу вот так вот вопросы, знаете, такие вот эти вот, прощупывают почву. А вы кто, а вы кем работаете, а вы, ну, по типу того, вы кто, вы кем работаете, вы кого знаете, вот это вот. Мало ли тут кто-нибудь такой вот это. Вы поняли, да, если что-то такое вот это, о, 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 да, как бы вот это, сразу вот это вот. А если что-то такого, ну, не надо, не надо. Так что, мало ли вы где работаете, что-нибудь какую-то должность занимаете, нам будет это полезно и так далее, полезные связи. Ну, в принципе, наверное, это нормально, какой-то такой бизнес, знаете, бизнес в среде, бизнес. Хотя вот этот Леша, который мы организовывали в сеансе, он тоже, даже меня в кафе специально пригласил. Я думаю, интересно, что там в кафе как-то вот это. Специально в кафе, даже мы недалеко от этого, у меня спортивные ходили. Он спортивные, да? Он тоже подумал, что я кого-то знаю. Он так со мной разговаривал, вот так на меня, вот так со мной разговаривал, что у меня было такое чувство, что я, понимаете, вот это вот, видите, такая вот на этом геленвагене с охраной. Он, знаете, класс, как у меня интересовался, а кого я знаю, хотя, знаете, я его вообще первый раз вообще видела и, честно говоря, я так вот это, я была так удивлена. он так со мной общался и так со мной разговаривал, как будто бы он увидел, знаете, есть такие люди, знаете, вот машина идет, а сзади от охраны, от геленвагена, человек выходит с машины. Например, если вы видите, знаете, такая иномарка обычно, знаете, они на этих ездят на, как называется, бизнес-классы какие-нибудь эти удобные машины, знаете, вот эти вот какие-нибудь, как там, мерседесы, а сзади машина охраны. Если вы видите такого бизнесмена, не знаю, женщину, женщина я таких редко видела, вот, в основном это бизнесмены так ездят. Конечно, если он соответствующе одет и выходит из такой машины, вы это видите, вот, то возникает определенный вопрос, ну, у многих, а кто это, а вот да, вот спросите, да, а чем занимается, явно богатый, да, вот, мало ли, познакомиться, а вы кто, а вы кого знаете. У меня было такое чувство. Я все только оглядывалась, понимаете, а, салфетку забыла принести, ну, сейчас. Здесь. Продолжение следует... Продолжение следует... Субтитры делал DimaTorzok 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 Думаю 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 И вопрос, что он такое сказал, или что-то такое, как-то вот так. А что я могла сказать? Пошутить на эту тему, что я кого-то знаю, а смысл какой? Ну, раз он так спрашивает, значит, он там что-то такое хотел, понимаете, вот, и имеет в виду выгоду от каких-то знакомств. Ну, вообще, честно говоря, неприятное было ощущение. Я привыкла, знаете, ходить в дорогие рестораны. Ну, вообще, я там, когда искала мужа, ходила в дорогие рестораны, там, иностранцы, обычно старше меня. Ну, так, не намного, но старше. Шикарные рестораны, в общем, как-то вот это вот. Потом, знаете, вот эта Америка, так, шикарный дом, прикол, шикарные жизни. И помню, вот, когда мы с ним в этой кафешке, думаю, какая-то совершенно... Я вообще кафешки не люблю. Вот, я думаю, ну, как говорится, знаете, у меня было такое чувство, я думаю, ну, это вообще вот это вот. Это просто, знаете, вот, опуститься, знаете, да, какая-то кафешка. Потом он хоть симпатичный, но он, как бы, моложе. Знаете, он меня моложе на 9 лет. Если мне 40, примерно ему на 9 лет моложе, на 9. Если мне 49 исполнилось, значит, ему 40, сейчас ему 40 лет. Время-то идёт, сколько лет уже прошло. Такое было неприятное ощущение. Так что, вот, что, знаете, какая-то кафешка какая-то обычная, и что он как-то вот это вот моложе, и что-то какие-то такие вопросы задаёт, и всё это как-то, знаете... Я считаю, что, знаете, нужно, ну, заниматься как-то собой, своей жизнью, своим здоровьем, лучше погулять, лучше сходить просто в магазин, купить продукты, прийти домой, покушать. А с какими-то такие вопросами по телефону, да, алё, там, вот это поговорила, и всё. То есть, вы поняли, да? Ну, быстренько по телефону какие-то вопросы такие решить, и всё. То есть, я вообще сделала вывод, что это вообще ситуация вообще ни к чему. Я вообще подумала, думала, здесь нужно как-то или быть процветающей, богатеть, то есть, понимаете, шикарно как-то жить, в общем, самой, знаете, зарабатывать, на шикарную жизнь, на эти геленвагены, на лимзины, на, понимаете, на эти дома, на шикарную жизнь, и, в общем, как-то вот так вот, самой вот это. А та ситуация какая-то была вот эта вот, совершенно, совершенно какая-то. И вообще, с русскими мужчинами я мало общалась, и как-то я, даже не знаю, что-то как-то я вообще не понимаю этого. Я как-то, знаете, в общем... Знаю, лучше потратить время, такая ещё мечта быть, как Джоан Роулинг, понимаете, лучше потратить время на себя, на своё здоровье, написать книгу волшебную, быть известным, или серию книг, или заснять фильмы, или что-то такое сделать, понимаете, вот это. Чтобы заработать огромные деньги, жить шикарно. Ты, наверное, разбогатела на своих книгах, фильмах, и там, в замке, или где она же, в замке, там живёт, и много книг пишет, и, в общем, как-то вот там. То есть, понимаете, правильно использовать время, правильно использовать ресурсы, как бы его не растрачивают какие-то вот эти вот... Ну, это у меня такое, у меня такое, понимаете, отношение. Ну что, к этой книжке у меня там, эта машинка, стираю я мои платья, что тайна, дальше, что Джон Асарт, предприниматель, бизнес-эксперт. Мы можем получить всё, чего хотим, неважно, насколько это велико. А если он захочет деньги Билла Гейтса, Джон Асарт, Асараб, конечно, ему там сразу объясняют по поводу денег Билла Гейтса, я так понимаю. Я немножко так, вы поняли, да, потому что как-то вот... Написано у них тоже, знаете, вот как-то вот так написано. Я уже как бы объяснила, что дальше. Читаем. В каком доме вы хотите жить? Хотите быть миллионером? Каким вы делом хотите заниматься? Хотите добиться большого успеха? Чего вы на самом деле хотите? Вот. А они и ответят, что они не хотят работать. Они не хотят ничего добиваться. Ну вот там же Виталий сказал, что Вселенная – это каталог, и можно выбрать всё, что угодно. А они уже выбрали. Они сразу хотят за миллиарды, а работать они не хотят. И всё. Здесь вот написано, зачем вам добиваться чего-то, когда они могут пожелать, чего они хотят. Джон Демартини. Философ, мануальный терапевт, целитель, специалист по личностному преобразованию. Это великая тайна жизни. Денис Уэльфов, психолог и тренер по развитию потенциала человеческого мозга. Вожди прошлого владели тайной. Не хотели делиться властью, они скрывали тайну. Люди приходили на работу, трудились в поте лица и возвращались домой. И так всю жизнь. Они крутились, как белка в колесе. И не имели силы вырваться, потому что избранные хранили тайну для себя. Кстати, сегодня такой день. Так что сегодня такой день. Можно, знаете, ну что сказать. 22-ое число. Сколько лет назад это было? Сколько лет назад? Начало Великой Отечественной войны. 22 июня, 4 часа утра, 1941 год. А сегодня у нас 22 июня 2021 год. Вот немцы вторглись в Советский Союз. А я смотрела, я интернетила, что Адольф Гитлер, он тоже владел определенными знаниями. И он пожелал, у него вот была эта карта, сокровищ, все страны мира. Вот коридор и все столицы мира. Он пожелал иметь все столицы мира. И пошел войной. Используя как раз отчасти силу вот этой тайны. Карту желания. Я вот считала, что у него был такой, где он проходил, у него вот эти все столицы мира были. И он, проходя, уже представлял, что они его. И обратите внимание, как многого он смог достичь, и сколько жизней он погубил. Это вот к этому. Пожелаете, чего вы хотите, чего ваша душа желает. Вы не думаете, что кто-нибудь тоже опять может пожелать, знаете, вот эти вот коридор, все столицы мира. Вот это вот. Вы так не думаете, нет? Конечно, мы знаем, чем это закончилось. Но сколько, какая тяжелая война была, и сколько людей погибло. Так что вот. И первое, что он делал, я же там смотрела, он загружал. Первое, что он делал, эти города, где были вот эти вот дворцы, музеи, там, где были вот эти артефакты, что ему нужно было. Вот эти, как называется, копье, кубок, он все это собрать хотел. Там еще город не был завоеван, а уже, как говорится, спецслужба стояла, чтобы первым войти и забрать ценности, которые ему были нужны. Города завоевывал, потому что нужна была в музее ценность. Думаю, что владея вот этим, станет вообще мировым, вообще вот этим правителем. А экспедиции в Тибет и так далее, в Тибет или куда-то? Аплодисменты. 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 Продолжение следует... 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 Это, кстати, как раз для Татьяны Черниговской О работе мозга и так далее Просто в тех местах, где он был Они так подействовали на его мозг Так они записались в его мозгу И так они, вы понимаете, как это нейроны Или что она там говорит Вот это вот, так замкнули Его мозг, понимаете Замкнули на такую жестокость Они вот замкнули на жестокость Вот так его мозг И там так сошлись эти нейроны Неизученное дело Он бы и хотел Быть, наверное, уже потом, знаете, наслаждаться Быть каким-то добрым Ну, знаете, вот это вот Испытывать какие-то вот эти чувства Понимаете, любви, наслаждения и так далее Вы поняли, да? Он бы, может быть, и хотел Но в тех местах, это моя догадка Это мое субъективное мнение Это рассуждая, в общем, знаете, о работе мозга Как она сказала Там все увиденное Оно записывает Вот я вам говорила Про мужика, который здесь Вот это Они замазывали вчера Вот эти штучки Как она сказала Увиденное Оно записывает Вот Просто они так замкнули ему в голове Вот это вот все Что это как бы было неизлечимо Оно было неизлечимо А он, возможно, и хотел, знаете, вот это вот Купаться в любви Наслаждаться Быть счастливым Когда пришел к власти Наслаждаться всем вот этой феерией И так далее Но он не мог Потому что в тех местах Они ему так замкнули И это не лечилось никак Потому что это не лечится Это моя догадка И прочитав что-нибудь такое Он тоже бы хотел, понимаете Быть в счастье, в любви Радоваться Вот это вот все такое Но он не мог Он ходил всю жизнь в шинели Понимаете Как там написано Что вот это В какой-то такой вот этой Военной форме В шинели С этими медалями Тайна, здоровье Притяните богатство И это знаете Такая великая печаль Достигнув наверняка Понимаете Потом уже знаете Это в Кремле Имея вообще Вот это И туда можно И вот там И славиться И здесь пройти И вот эта еда И, понимаете И наслаждаться И вот это вот Вы понимаете Вот эти вот возможности Совершенно не ограничены Я не знаю Как в Кремле В общем, как там В тылу Знаете, как сравнить Хотелось бы на праздник жизни На фейерверк На карнавал Докружиться Докружиться в танце А он, судя по всему Вот так вот был Знаете Как в войну Вот это Татьяна Салмановна знает Знает, о чем говорит Вы там посмотрите Мой лайф-джорнал Мои видео Татьяна Салмановна знает Знаете Там такая Есть точка невозврата Вот ждешь Ждешь Надеешься Надеешься Точка невозврата Вот такая Точка невозврата Совершенно ужасное Ужасное дело Ужасное Спасибо Ужасное дело Спасибо 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Ну, одно дело, конечно, быть специалистом в области позитивной психологии личного роста, это одно из смешанных наук, включая различные практики. Продолжение следует... Они, наверное, могут предложить различные таблетки, от которых может быть еще хуже по здоровью. Так что вот... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Так что вот... Продолжение следует... 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 Ну так, вы знаете, а умножьте теперь на 900 дней блокады, где-то там согреться, конечно, вот это вот, ну вы поняли, да, я просто вот так вот вам сказала, в шот период. А потом вот так это вот посмотрите, а потом посмотрите, захотите вы об этом рассказывать или нет. Или вы будете думать, это нужно, этот ужас просто забыть, а не то, что о нем рассказывать. Конечно, рассказывать можно о медалях, там, кто принимал участие, я не знаю, там, хотя у бабушки, знаете, из-за обороны Ленинграда, и там, что она, как говорится, работала, ну в общем, то есть у нее были вот эти медали, награды, вот. Вот такие вот дела. Вот оно, 22-ое число. Ну ладно, я покушала, в общем, книжка. Ну что, читаем, изучаем, хочется быть процветающей. Это к чему? Это к тому, книжка прочитать, подумать. Вы поняли, да, нужно как-то вот, да, вот так вот подумать. Что пишут, подумать для себя, как-то вот это вот, как вот написано. Не то, что вот написано, и как-то вот это быстрее, что-то там делать, применять. Ну что, с вами я, Татьяна Салмановна Мактум Сайфудин. Салмановна Мактум Сайфудин. Ну что, машинка здесь у меня уже выстирала мои платья. Выстирала мои платья, здесь тоже уже загрузились. Видео у меня тут уже загрузились, сейчас я посмотрю. Загрузились? А, нужно, а, да, сейчас. Да, видео уже загрузилось на мой канал YouTube. А, творческая студия позитивного мышления и силы позитивной мысли. Татьяна Салмановна Мактум Сайфудин.